доброго времени суток всем с вами снова билли и мы продолжаем проходить horizon zero down и мы разрушили сеть визоров от затмения в прошлом видео начали проходить еще одну сюжетку вот кстати она сейчас найдем ее вот побочная гамбит королевы собственно мы спасли одного чела из вот этой локации как она называется база нового рассвета не знаю как точно вот этот вот при предел карха тут темная карха находится вот и там был один чел которого хотели подставить за то что он раскрыл дела одного злого жреца жреца воинственный чел такой мы его нашли стали на его сторону вот и теперь у нас другая миссия кто меня заметил блять а там не грызь понял понял это и правда нехорошо что он не заметил короче мы теперь должны спасти королеву точнее короля наследника его мать которые были в заложниках у принца и сейчас мы по-прежнему заложниках вот и мы типа согласились на это не знаю зачем нам это надо ну сайт квест пройдем в принципе они выглядели как ну действительно те кого принудили как бы там находиться они там не хотят быть да и какой он король он мелкий пока что пацан короче из-за своей родословной паренек с мамашей оказались в заложниках у злых дядь вот мы идем сейчас с каким-то хлади вам встретиться может быть это тот чел которого мы выросли я уже честно говоря не помню имена но я точно уверен что он тоже вроде как должен но я точно уверен что он вроде как походу я не точно уверен судя по моему вроде как они но должен так у нас костер вкусно забираем все так ну-ка я за навешившего окошко у меня не ночь мне прям светишь в джибалу так сохраняемся и говорим собственно этого стоит а это трехповых уадив камни грыз ой а ты типа блять нет интересно почему трехпового него три фаланги на руке или что смысле недолго как бы награда щедры потому что задание сложное наверное мне нужно скорее уничтожить эту тварь наберевая а ты умом не блещешь она нас быстро разметала да кое-что я разлетел она вся бронированная но сзади брони поменьше когда уходит под землю надо замереть может сработать можно даже помешать и зарыться если как следует вдарить ей по ее кривым лапища когда по земле уходит надо на месте стоять забавно сказал так а как нам пройти то туда слева обойти кто тебя заметил погнали парни тут много рискарей мертвых ух ты ж ебаный в рот так это не то что мне надо это вообще не мой монстр это блять не моё это другой это который нейтральный я не буду с ним махаться пускай отогревается а потом я уже с другим буду и бал с таким количеством махаться бля ты от меня от ебешься или нет я да ты же потерял меня из виду ёбок сюда он не должен попасть как я понимаю ну-ка я в кустах спрячусь может так не найдет меня и на эту хуйня смысл у меня блять с нейтральным челом махаться шум блять там стоит съебывай под землю ушел хоть где-нибудь вылезет еще все не ну не прям все но видимо сука ненавижу такие ситуации слушай ну вроде отогрелся трех полых уадив нужно было что что не взяла всю игру блять без телеги хожу все из-за тебя это она да вот это уже она ух ты ебать подпрыгнул какая блять блять он сказал замереть ты шо еблан ну-ка у меня есть вот еще одна неплохая пушка против тебя ху его ах ты сука да блять как же блять замереть я блять поверил ну пиздец замер вообще я не замру не замру а в мир просто а че ты ему похуй на отбойник с виду ну блин он не должен быть сильным я же уже побеждал таких упал в ворот че по съебам чел чему нету в этой игре привязки к монстру камеры типа было бы неплохо да блять да блять опять мимо да как уворачиваться то надо мне кажется он не получает полноценный урон от моих плюх ну хотя он уже почти сдох но ресурс я на него прям дохуя трачу да ты пидор нормально чё-то у тебя там есть давай сюда все забираем ну как-то вроде победила вернитесь к трехпалам ухладила ну хотя мне к нему я думал я миссию пойду выполнять так осколки труп а скиллки а скиллки а чё там лежит под камнем нихуя не видать так мы хилку забираем я бы хотел с ресурсами ходить все таки мы возможно сегодня добьем эту сюжетинку сюжетинку и пойдем мейн квест делать о еще хилочка это хорошо это мне не помешат конечно еще хилочек хотел чтобы у меня фуловое было состояние но блять что-то не могу найти коробка с ресурсами мы потом может распечатаем если вдруг у меня чего-то будет не хватать где-нибудь в конце игры сейчас наверное пока хватит и идемте так это что это хилл да это хилл это хилл не вертолет конечно но хилл придется что-то оставить да пошла то я не собираюсь ничего оставлять древесник 1800 древесника надо же я его в начале игры насобирал теперь блять у меня его ёбнешься ну что ну что он раненый что я после такого остаётся ждать скоро будет он типа не отруливает типа претендует на награду по-прежнему забавно юная охотница я рада что ты согласилась мне помочь а где же твои люди у тебя вид был у тебя поживали и выплевали ну в общем именно так оно и пусть свободен идем а ты всегда сразу переходишь в дело волниться надо спешить будет погоня у тебя сегодня присуха шо у нее за сет такой крутая броня тоже такую броню хочу и дай броню и броня броня дай броня опа а это такой синематичный квестик серьезно тут все так и чё с нами хочет попиздить сможет ли он о них позаботиться то есть до этого ты не проливала ее или что расставьте ловушки в каньоне ну давай да-да-да-да приготовим у тебя точно нет запасе ловушки доставлю я ставлю постараюсь побольше поставить таки каким вон затем я побольше хочу поставить если человек могу потом подобрать так а чё я не хочу выполнять квест так как мне сказали у нас так дороги нет ну вот и все ага занимательно получилось на это еще не все нехуй на вас ловушки тратить и чё и все а ловушки чё не я ловушки заберу я ебал я думал тут блять пиздец будет нашествие огромное пара отряда впустили зараженных раскари блять да несколько человек я почему игра в моментах такая ну легкое испытание вот эти были гораздо сложнее чем со сами сюжетное задание порой это не очень хорошо это не нравится нет места почему нет места то у тебя хилки есть ресурсы где блять хилки пидорасы ну чё блять пошли в инст не подготовились ну-ка тут что то есть хорошее ясно осколки просто закопал кто-то ну чё ну чё боюсь сглазить но вроде это все да ну не что то вы припозднились простите лодка ждет вот я и сглазила этот мой идите к локе это боюсь мне уже не по зубам если с ней что то случится я очень растяжусь никуда мы не пойдем но вы не хотите блять меня подождать нет и на зараженную громозевру я уже побеждал блять Серьезно? Так разъебало меня? Блядь. На. Найс. Все, может дискомет поднимать. Опа. Забираем. Блядь, мимо. Да, блядь. Да, блядь, как попасть-то? Пиздец. Молчим, ступо. Хочу вот сюда. Блядь, нет. Зря я это. Фух. Придется так убивать просто. Не выебываясь. Так могу. Или не убивать. Сука. А где стражники? Все, уже кончилось. Да потому что не надо было вперед нахуй без меня лезть. Духни, духни. Все. Найс. Что, там что-нибудь осталось? Я так долго пятился назад, что там могло что-то и остаться. Я уже прям до лодки добрался. Блядь. Стыдова. Ну ладно. Забрал, что хотел. Сейчас этих проводим. Ну, давайте. Что ж, выбирать не переходится. Давайте залезаем. Там еще пушка есть у нее. А наху я Элой-то полетит? Типа еще не вся сюжетка? Я думал, мы их сейчас посадим и все. Бля, пропал просто. Просто, блядь, испарился нахуй. Громозевцевый. Сейчас еще нападение будет, походу. Не зря тут пушка. Это большое дело. Может война теперь разрешится. Может, но моя война не закончена. Прикольный кадр. Интересная сюжетка. Мало таких на самом деле. Она поначалу казалась непроработанной, но вот эти кадры и синематик вот этот прикольный. Что-то, блядь, как будто будет что-то не то. Или все нормально? Это в Меридиан, типа, уже приплыли? Харха солнца? Харха. Опа. Ильтам, брак, теперь ты дома. Тебе нечего бояться. Теперь ты под защитой дома солнца. Моей защитой. И твоя мать. Ее не тронут. Ведь мое слово закон солнца. Элой. Ты делаешь для дома солнца так много. Так отблагодари как-то. Твоя помощь поистине бесценна. Мы будем вечно благодарны. Ой, спасибо, блядь. Спасибо, не положь в карман. Прибывай в свете? А, заебись. Ну, я-то пойду, нахуй. Я тут нужна. Пиздец. Я два года готовила их побег на запретном западе, а вся слава рыжий. Мне это хоть заплатят? С тобой я поговорю еще. Без тебя я бы не справилась. В другой раз я отблагодарю тебе. Обещаю. Да. Еще ее не заплатят сейчас. Так, ну мы закончили этот квест. А что нам за него светит? Опыт, очки навыков и... Пошел ты нахуй, Антонио. Новая локация обнаружена, торговец. А, я тут что, не был? Что есть у тебя, братан? Хорошая что-то присутствует. Хуня одна. Вот защитница Нора. Это у нас... От рукопашки защищает. А что еще есть хорошего? Есть нахреного Нора. Ладно. Пополним запасы... Целебных зельев. Купим сундук с бесплатными образцами. Ну и на этом, наверное, все. Теперча, теперча. Мы можем отправляться по мейнквесту. У меня же все. Ну, есть древний арсенал, конечно. Че, у меня... Я че, могу пойти и закончить, получается, древний арсенал? Ой. Раз я нашел два этих... Ммм... Две хуйни. Вообще там, по квесту, вроде шесть, надо, топливных элементов. А я нашел только два. Как это работает, я не в курсе, если честно. Или у меня нету двух? Блять. Да, по-моему, у меня нету двух. Ебать. А че, это попросит туда? Походу, я зря нажал перелет туда. У нескольких торговцев в Меридиане можно приобрести редкие детали машин и коробки с ценными товарами. Эти особые торговцы обозначаются вот таким значком. Ну ладно. Так, сейчас, надо было убедиться все-таки, что у меня есть два этих топливных элемента. А то я, блять, пойду сейчас просто так. У них можно приобрести у торговцев экзотическое снаряжение и ресурсы. Да у меня уже все есть. Кулевые. Древний арсенал. Восстановите, найдите применение топливному элементу. Ой, могу вкачать что-то. Ну давайте старьевщик вкачаем. Так, предметы. Особые предметы. Это разве то, что мне надо? Да, вот, два топливных элемента. Окей, раз два у меня есть, по квесту надо было мне два. Сейчас я два отнесу. Возможно, мне скажут, блять, тебе надо еще, блять, четыре принести. Если это так, то, как бы, флаг мне в руке. Или флаг мне в руке. Давай, все, отдыхай. Я бы, конечно... О, кстати. Блин, ну... Я бы хотел, конечно, на бегуне побежать. Ну ладно, смысл время тут тратить. Сейчас быстренько доберемся. 160 метров. Не так уж далеко. Посмотрим, если там действительно есть возможность ходить мне в красивых и доспехах, самых топовых. Ткач, вот этот, ну, броня, вот этот ткач, как она называется. Короче, она самая топовая. Вот. И я забыл, как мне туда залазить. С этой стороны вообще залазить надо. Или с другой какой? Не, наверное, все-таки с этой. Так. Причем броню можно прямо на старте получить, так-то, если подумать. Ну, не на старте, а близко к старту игры. Бля, если б я сейчас уебался, было бы обидно. Ну, вроде как нет. Так, мы возвращаемся в эту пещеру, в которую я тогда нашел. Я, кстати, когда находил ее, я надеялся реально на что-то скрытое. Как я почитал потом, в этой игре реально это единственная, ну, достаточно-таки скрытая какая-то полезная вещь. Так. Помыться не мешало, говоришь? Почините предохранитель. 1200, 1500, 1800. Э, ща бы понимать еще. Э, может, тут какие-то подсказки есть? Дверь бункера. Галазамок. Вот это явная подсказка. Защищенный порт с голографическим. 1200, 1500, 1800, 2100. То есть, есть четыре разных цифры. Не, ну, я, честно говоря, не особо понимаю, как это работает. Текстовая запись. Испытание ультра ткани. На новое окно не реагирует должным образом. Там какая-то техническая ошибка еще. Не очень хорошо. Это что там есть какая-то техническая ошибка. Так, там еще какая-то есть запись. Да добраться-то не проблема, я думаю. Наверное. О, вон она, запись еще одна. Отчет по ультра ткани. Да пребудет с вами и Джейн Бок в эти темные времена. Генерал. Вы хотели легких производств и дешевый и прочный продукт. И именно это мы собираемся вам дать. Мы заменили бронепластины на ткань с гибким нано-волокном и оснастили костюм микропроектором жесткого света на 400 электрон-вольт. Сейчас нам осталось только разобраться с финансовыми вопросами. Короче, тут подсказок я не нашел. Так, 1200, 1500. Я не понимаю. Может быть... Почему просто последний 0-0-0? Да, вот именно, 4. Может их надо расставить правильно. Ну, возможно. Попробуем. Вообще, вот это должно быть снизу, по-моему. Конечно, не знаю точно, но... Так, справа, снизу. Это пускай будет слева. Угу. Да, блядь. А вот это че? Хм. Я не понимаю. Так, 1200, 1500. Может быть, это как обороты, типа... Может быть, вот это должно быть тогда... Все-таки назад и... Попробуем ее вверх поставить. 1200, может так. 1500. Наверное, вот так. Че там, 1800? Наверное, тоже вправо. Я просто не знаю, для чего могут быть эти цифры. 200 и 00. Может так? Блядь, ноль идей вообще. Ну-ка, может быть, я подсказку найду какую-то в инете. Фару. Как вообще называется это? Ой, фу. Не туда вышел. Задание. Ткач щита. Во. Вообще, наверное, все-таки мне придется... Все шесть найти. Восстановите подачу энергии к двери бункера. Ну-ка, че там еще было? Найдите применение топливному элементу. Так я вроде их вставил, топливные элементы. Хули мне. Чтоб туда войти, надо открыть вот этот пароль ебоный. Так, я нашел подсказку. Получается... Первое вверх, как я и думал. Другое вправо. Третий вниз. А почему третий вниз? 1800 ближе к 2000, наверное, поэтому... Ну ладно, вниз. Значит, вот это была ошибка. Осмотрите бункер. А, вот для чего нужны остальные топливные элементы. Чтобы зажимы снять. Понятно. Теперь я понял. Похоже, я понял. Вон там есть зажимы какие-то. Или как круто выглядит броня. Хочу эту броню. Придется, блядь, дождаться момента, когда смогу надеть это. Нижняя тяжесть. Смотрите, бункер. Клящик с припасами. Так. Смотрите, бункер. Да я осматриваю. Что тут можно найти? Я пока хуй знает. Тут явно надо будет что-то куда-то вставить. Вот. Короче, сюда надо еще топливные элементы. Все, теперь понятно. Теперь понятно, зачем нужно столько их. Только тут надо три. В смысле, то есть их всего пять. А, да, их пять. Все, понял. Ну, гайз, хотя бы немножко продвинулись. В получении этой брони. Теперь надо еще найти три топливных элемента. Блин. Гемор. Ну, один точно по сюжетке мне надо заполучить. Так что нам надо по сюжетке двигаться. А потом мы уже остальные два найдем как-нибудь. Так, отсюда как выбираться-то я уж не помню. А что, я не могу отсюда телепортом выбраться? Нет. Ну, ясно, как отсюда выбираться. Все довольно просто и понятно. Эй, понятно? Понятно. Нет, непонятно. Не до конца, видать, выбрался. А сейчас? Все? Все, найс. Что у нас по заданиям? Основное. Великие тайны земли. Карта. Ух, ебать нам куда. Ну, пойдем. Это нам столицу темных карка. Карка. Корка, блядь. Темная икорка. Эх, еще бы темные корки-то не помешало бы. Блин, ну получается я правильно пароль догадался, но ошибка была в том, что я тысячу, ну типа я решил как? 1200 это, ну грубо говоря, 1000, то есть, ну на месте, наверху пускай будет. Либо это поворот на единицу. Такие у меня мысли были. 1500, но это явно поворот. 1800 это либо, ну поворот вниз, либо это поворот один. Но 1800 это не 2000, поэтому я решил, что должно быть просто вправо. Ну и дальше по такому принципу. 0-0 это на месте стоит. 2000 это самая дальняя позиция. Вот. Ну, вообще странная загадка. Ну, она чисто по наитию должна быть, мне кажется. Потому что математически она немножко неправильная. Если 0-0 это на месте, то 500 должно быть поворот. 1000 двойной поворот, полторы тройной и 2000 полный поворот. Ну, грубо говоря, 2-500 это ты уже вернулся на 0-0. А там какие-то странные числа, немножко неправильная математика. Так, ну что, мы спасли короля. Бахава с этого разъебали. И сейчас можем по сюжетке идти дальше. Парапет. Ну, это явно, наверное, не здесь надо спрыгивать. Блять, а где тогда? Ой. Тут есть куда мне пройти? Нет? Ну, правильно, пошел я нахуй. Какой нахуй парапет? Нет, я не вижу никакого парапета. А, вот здесь. Все. Нашоль. А? Эй! Там можно было по-нормальному, по-человечески. Сука. А че? Я тут застрял? Вы это для хуй... Для чего придумали вот это вот... А, тут, в принципе, можно вылезти? Да, можно. Так, ладно. Другая сторона башни. Найди шахту. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Я показал тебе лазейку. Но как только проверишься внутрь, Путин задумает. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно быть от тебя. Остались незавершенные дела? Да, доделай. Не забывай. Ныть я и не потерплю. Тебе ясно? Блять, завалиебослы. И я тебя, папочек, не звала. Уёбок, сука. Как он меня... Ладно. Ну реально клинит я с этого уёбка. Пиздит что-то. Ныть я и не потерплю. Ну так, блять, не ной нахуй. Реально ведет себя как гондон. Он разговаривает, как будто он тут главный. Он, конечно, знает больше, но... Не скатайся. Фига он выебывается. Я в связи в жизни с того, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись в машине? Почему сбинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями, я натыкался на стены, которых не сломать, и двери, которых не открыть. Так... Пока с дикого востока не явилась охотница. И... На тебе. Перед ней... Все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Естественно, потому что гены у нее. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Неисправность. 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 Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй! Я из высовых. Мне нужен доступ. Заброшен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю. Открывай дверь! Анализ. Основной порт доступа неисправлен для механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Муж макай давай. Включай аварийный вентилирование. Ее-то там не разъебет. Не дай спать. Готовый раз. Правда, я обрадовалась. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкуры рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Так попроси закрыть дверь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!